Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 21, я девушка, у меня ряд проблем. Одинодчество, я учусь, мои друзья далеко от меня, а также одиноко в любовном плане. Я думаю, что вы одиноки не потому, что ваши друзья далеко от вас, а потому, что вы сами отторгаете себя, не принимаете себя. В частности, это может быть связано как раз таки со взаимоотношениями с мамой, где у вас есть определенные проблемы. Вы можете сопротивляться на осознательном уровне, скажем так, ее непринятию, но по факту может быть такая история, что ее непринятие вас может быть основой для вашего собственного непринятия себя. Отсюда одиночества, вот, кроме того, одиночество, точнее, люди, в частности, друзья или романтические партнеры, вот, скажем так, является чем-то активным извне. Тогда как одиночество, одиночество, это некая такая блокировка активности изнутри, вот. Дальше. Вы пишите, что, ну, определенные моменты вы описываете, вот. А почему вы боитесь что-нибудь общаться с мамой? И откуда такие мысли про детей? Да, то есть, ну, вот, если вы себя принимаете, то и ваши дети будут себя принимать, потому что дети, они, в общем-то, в первую очередь смотрят на родителей. Вот. Понимаете? И абсолютно не важно, на самом деле, какие у родителей особенности есть. Есть. Дальше. Как побороть себе страхи и справиться с одиночкой? Ну, я не очень понял, вот давайте, когда по страхам пойдем, чего именно вы боитесь? Откуда дети? То, что вы называете своих детей неполноценными, да? Ну, возможно. Это очень похоже на то, что вы, на самом деле, позиционируете, ну, неполноценно, это больше, наверное, себя, в этом смысле. Понимаете, какая штука, вот. То есть, я, конечно, я, конечно, не знаю, я, конечно, могу ошибаться, вот, в этом смысле, но как-то, вот, знаете, есть ощущение такое у меня, вот, что ваша неполноценность, это про... Именно, точнее, не полноценность ваших детей, это именно про, именно про нас, а не про... Детей. Дальше, значит, не совсем понятно, по крайней мере, мне, что вы пробовали, говоря о, вот, ну, говоря о своем одиночестве. То есть, ну, вы, как бы, вот, пишите, что перепробовали все, вот. Ну, вот, я тут, честно говоря, хотел бы уточнить, что именно вы перепробовали все, вот. Потому что, ну, вот, если вы не занимались, например, психотерапией, да, то я не думаю, что можно сказать, что вы... Перепробовали все, вот. То есть, на мой взгляд, это, ну, несколько такое, вот, знаете, утверждение, да, и заявление несколько, ну, преждевременно. Вот. Вот. Вот так вот, я думаю. Поэтому, поэтому... Не все так однозначно. Дальше. Так. У меня все идет не так, как у людей. То есть, вы сравниваете себя с другими людьми. То есть, вы не доверяете себе. Значит, я ушли на практику. У меня все равно, значит, туда, где, походу, ничего давать не собираются. Я написал она сегодня. Опять, ждите. Ждите. Ну, так, на самом деле, интересно, что вы воспринимаете вот эту ситуацию. Как будто бы, ну, знаете, как, 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 какую-то, ну, как, какое-то оскорбление себе. Вот. То есть, вот то, что вас направили туда, вы вот в этом видите какое-то прям, ну, какое-то принижение себе. Вот. Мне кажется, мне кажется, что принижения никакого нет здесь, ну, по отношению к вам. Вот. Я думаю, что так бывает просто. И я думаю, что вы действительно, ну, в этой ситуации делаете все, что можете. То есть, вы пишете. И, на мой взгляд, не ваша, ну, не ваша проблема, что вам, ну, дают отворот-поворот. То есть, говорят, типа, ждите. Вот. Ну, и, ну, и ждите. Вот. В этом случае. Вот. Ждите. И, если что, рассмотрите для себя возможность, ну, пожаловаться. Вот. Вот. Потому что это, ну, скажем так, да, вот, преимущество вам. Вот. А посмотрите сами в этой ситуации на то, что вы можете сделать. Вот. Вот. Что бы вы хотели сделать, что бы вы могли сделать в этой ситуации. Сами. Сами. Именно сами. Вот. Ну, не дают вам практику. Ну, ладно. Вот. Вот. Ага. Что вы можете сделать? То есть, можете ли вы, там, как-то вот самостоятельно о себе, ну, позаботиться. Вот. Можете ли вы самостоятельно что-то для себя сделать в этой ситуации? Попробуйте. Попробуйте. Ого. Попробуйте просто заняться. Да. Вы же можете сами как-то все равно это организовать. Дальше. Так. Возможно, так, проявить, но я боюсь чего-то, что окажется не права и надумываю ситуацию. А почему вы боитесь оказаться не правы? Это очень такой тоже интересный момент. Вот. Почему вы боитесь с чем связано? то, что вы боитесь, вот, ну, какой-то неправоты своей. Вот. Это прямо очень, прямо очень интересно, я бы сказал. Ага. Потому что, ну, откуда, откуда у вас этот момент? Вот. А тут ведь, как вы, я надеюсь, понимаете, что здесь история про, опять-таки, самооценку вашу. Вот. То есть, когда, то есть, когда вы говорите о том, что вот, я там могу быть неправа и что-то еще. Вот. Вы же здесь демонстрируете именно ориентир на других людей. Вот. Вот. Вы демонстрируете свой ориентир именно на других людей, на то, по сути, что они подумают про вас. Вот. А не на то, чего вам хочется, да, а именно вот на то, что они о вас подумают. И вот это тоже очень, очень важный момент, что вас это волнует, нас это тревожит и нас это беспокоит. Давайте с этим тоже постараемся как-то разобраться. Вот. Постараемся это поисследовать, чтобы вам было легче, чтобы вы ориентировались на, больше на себя, а не на людей. Вот. Условно. Условно говоря. Поэтому нужно развивать доверие, доверие к себе. Доверие к себе. Так. Дальше. Я не, из-за моего одиночества я не получаю удовольствия ни от чего. Вы одиночество ни при чем. Вы себя отторгаете и, соответственно, отторжение это обесценивание. Кх-кх-кх. Обесценивайте, потом все остальное. Замага я интроверт, с людьми редко знакомятся. Но опять же, интроверт это человек, не тот человек, который прям редко знакомится с людьми. Вот. Давайте все-таки, как-то вот, не будем эти вещи путать. Вот. Интроверт, это человек, которому, условно говоря, просто комфортно в определенной позиции. Совсем не обязательно. Понимаете? Совсем не обязательно, что этот человек, так, ну, так сказать, там, ну, тяжело знакомится. Ну, вот, с кем-то. Вот. Совсем не обязательно. Поэтому я бы на вашем месте не путал бы эти две вещи. Да, действительно, можно немножечко, ну, считать их смежными, это правда, но все же есть, есть все же разница. Дальше. Так. Да я не знаю, как, да и навязываться не хочу. А для этого нужно прислушиваться к себе. И проявлять свои интересы, свои чувства, которыми вы сейчас образуете. Так, я хочу писателя. Кстати, еще хочу две вещи совершить. Ради этого живу, плюс я так, что ничего себе не сделаю. Люблю эту жизнь на самом деле. Ну, что такое жизнь, большой вопрос. Мне просто одиноко в ней, ничего не получалось. Но об этом я уже сказал. Ну, я учился на лингвистике, раньше хотел, но журналиста, а в итоге поняла, что никем из этого быть не хочу. Просто писателями и путешественниками. Но, понятное дело, так не выйдет. А почему? Я запуталась. А в чем? Я не понимаю, что делать дальше. Что делать дальше, чтобы что? Вот. К психологу тоже пойти не могу или не хочу, я не знаю. Ну, надо смотреть. Я, так как я боюсь, что мне станет лучше от этого. Вы боитесь, что вам станет лучше? Просто вас видит какая-то выигрыш вторичная от того, что вы в таком положении находитесь. Как его выбрать от этого психолога, тоже непонятно. По доверию. То есть, кому вы, вот посмотрите на профиль экспертов, кому вы хотели бы довериться. Вот. По поводу сеансов, ну, тут можно организовать все в удобном для вас формате. Вот. Так что, это все обсуждается. Это все обсуждается. Всего самого доброго вам. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Все все обсуждается на球. В общем, всем пока. М Продолжение следует...